Свой день рождения отмечает первый президент Татарстана, государственный советник Республики Татарстан Ментимер Шаймиев. Ему исполняется 85 лет. Что связывает Ментимера Шаймиева и Казанский федеральный университет, узнаете в нашем следующем сюжете. Первый президент Республики Татарстан имеет непосредственное отношение к развитию Казанского федерального университета. Благодаря инициативе Ментимера Шаймиева КГУ получил статус федерального университета, вошел в проект продвижения ТОП-500, что стало совершенно новым импульсом развития учебного заведения. Ментимер Шаймиев имеет прямое отношение к модернизации университета. В честь 200-летия Казанского университета благодаря Шаймиеву было отремонтировано главное здание. В 2010 году Ментимер Шаймиев инициировал назначение Ильшата Гафурова на пост ректора Казанского университета. За свои заслуги перед Казанским университетом в 2015 году Ментимер Шаймиев получил звание почетного доктора КФУ. Важно отметить вклад Ментимера Шамеева в областях национального образования и национальной культуры. Так, древний город Болгар и град Свиярск были включены в список всемирного наследия во многом благодаря инициативе первого президента республики и исследованиям ученых Казанского университета. Помимо этого, ученые университета привлекаются к таким масштабным проектам, как «Тысячелетия Казани» и «Елабуги». Еще один важный национальный проект, инициатором которого стал Ментимер Шамеев, — это полилингвальные школы. Проект учебных заведений, где обучение проходит сразу на трех языках. Поскольку КФУ является основной базой подготовки учителей в республике, Казанский университет взял на себя ответственность готовить профессиональных педагогов для образовательных учреждений нового формата и помогать в разработке концепции полилингвальных школ в республике Татарстан. В период разработки проекта Ментимер Шамеев посетил Казанский университет, а конкретно Институт физики, Институт психологии и образования, Институт международных отношений и Институт филологии и межкультурных коммуникаций. Так, помощь специалистов из профильных институтов КФУ стала основой для подготовки методологии обучения. Мы были в университете в ходе подготовки к старту, а мы сейчас хотим шесть комплексов начать образовательных, многоязычных, шесть комплексов. Они уже предопределены. И мы это сделали специально в Казани, два комплекса, и крупные города взяли. Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск и Елабуга. Напомним, что первый президент Татарстана с Казанским федеральным университетом связывает еще и астрономическая обсерватория имени Энгельгарта. Ученый Василий Энгельгард жил в Германии. Перед смертью он безвозмездно перетал оборудование Казанскому университету и завещал похоронить его в Казани. Однако Первая мировая война и Гражданская война помешали существить это. Через 100 лет в 2014 году на территории обсерватории по инициативе ректора Ильша Тагофорова было проведено перезахоронение Энгельгарта, в котором принял участие имя Тимир Шаймеев. Астрономическая обсерватория должна стать следующим объектом в республике для включения в список всемирного наследия. В 2019 году, благодаря активным усилиям Ментимера Шаймеева и участию ученок ФО, обсерватория вошла в предварительный список ЮНЕСКО. Роберт Хасанов, Александр Фирсов, Универньюз.